Здравствуйте, дорогие зрители канала Бурят Монгол РХТ. Сегодня в нашей рубрике «Разговоры по пятницам» Casual Fridays я приветствую нашего дорогого друга, гостя из Монголии. Это украинский предприниматель, который живет в Монголии более 30 лет, Игорь Демин. Здравствуйте, Раджана, добрый вечер. Ну, сразу приступим, да? Раджана, я хотел с вами обсудить такой вопрос. Вот смотрите, сейчас уже вот на протяжении всей войны, именно даже 14 года, и особенно это началось с 22 года, идут разговоры о зверствах Бурятов в Украине, там все такие вещи. Оно уже как бы, ну, не то что набило оскомину, в Украине это оскомину не набьет никогда, потому что мы как бы пострадавшая страна, защищающаяся. Но тем не менее, такие настроения есть. Я связывался с Оксаной, Доржиева, да, по-моему. Вот она сказала, ну, эта тема вообще набила оскомину, не хочу. Ну, смотрите, вот когда все говорят про вот зверство Бурятов, почему-то мало кто говорит, как это вообще все начиналось и чем эта история сопровождалась. Я имею в виду такой момент. Вот смотрите, 14 год. Путин оккупирует Крым. оккупирует. Тут же он говорит, это не мы, это, значит, самооборона там какая-то, наших там нету. Оккупировал Крым, уже начинаются разговоры, что да, это мы, это наши войска стали за... все блокировали, то есть признается, это мы. И точно так же начиналось, значит, захват Донбасса. Тоже, это не мы, нас там нету, это местные таксисты, местные шахтеры. И вот вроде бы логично все прятать, но тем не менее постоянно пошли репортажи о Бурятах. Вот если вы смотрели эту тему, вот было такое, там Ваха звали этого бандита, который там ездил то ли по Горлоке, то ли по Донецку на бронетранспортеры и орал там привет Чита, привет Улан-Удэ. Помните, вы не смотрели такой сюжет? Я знаю об этом Вахе, он, в общем-то, разы двухсотился. Да, туда ему идут. В 1922 году, да. Это известный такой деятель, который ходил в боевое братство, ездил 15-го года на Донбассе, отличился, и затем опять ушел на войну, по-моему, он даже был Вагнером. Там и сдох. Ну и, как говорится, благополучно сгинул. Сартагов, извиняюсь, обсуждать не будем, но я сам факт, что тогда все российские сюжеты, ну, эти каналы, кому только не лень, они его показали. Потом, помните, был этот, значит, недогоревший танкист из Бурятии, помните, да, когда он лежит в госпитале, приходит Кобзон, и вы бурят, я рад, вот такое. Наверняка вы тоже этот сюжет смотрели. И я что хочу сказать, вот вроде бы логично прятать эти все сюжеты, а их показали все, российские каналы имеют, все, кому не лень. Украина тоже, естественно, показала, потому что, когда тебе на весь мир этот орет, что, я имею в виду, недомер, этого Путина, нас там нету, это все, значит, местные шахтеры, и тут постоянно показывают Бурят. Потом был этот флешмоб молодежи, помните, что вот мы боевые Буряты, Путина, все такое. То есть, и этот сюжет тоже прошел по всем каналам. Обратили внимание? Да, конечно. Я к тому, что вот с одной стороны Путин орет и прячет, значит, участие россиян, и в то же время постоянно показывает Бурятов. Не кажется ли он это странным? Обратила внимание на это и даже писала об этом в свое время, что нельзя никак назвать бурятских танкистов шахтерами донецкими, тем более, что откуда у шахтеров танки могут быть. Здесь просто эта фантасмагория, она, в общем-то, не требует каких-то доказательств, каких-то силодвижений. Просто мы привыкли жить в такой реальности, когда, значит, говорится одно, делается другое, а в результате показывается третьим зрителям. И как-то вот вынужденные люди, с одной стороны, они говорят, да, это не мы, это вот сами жители Донецка. То есть не было гражданина России Гиркина, который завел в Славянск, да, первых этих боевиков. То есть были зеленые человечки, непонятные, значит, инаконитяне, видимо, в Крыму. То есть это вот, можно сказать, что тогда это была гибридная война. Гибридная война, которая, да, то есть она, даже когда начиналась, например, эта так называемая спецоперация, да, там же тоже не было слова «война», было слово «спецоперация». И люди как-то вот, да, они знают, что это война, но сказать не могут. За слово «война» на плакате людей увозят в кутузку. То есть вот в этом все как бы заключается весь, то есть это такой срез современного состояния российского общества. То, что врать сейчас можно. Даже вот этот лучший танкист Доржи, который дал интервью Елене Костюченко, он сказал в «Новой газете», он же рассказал, как это было. Да. Что их отправляли туда, в Украину, они срывали, значит, спаривали шевроны, закрашивали на танках вот все вот эти вот указания на то, что это танки из России. И они вот как бы с такими безопознавательных знаков туда зашли. И он сказал, да, вот это Путин так сделал, он хитрый. Вот он хотел показать, видимо, что да, как бы убрать вот эти вот явные следы, что это действительно танкисты из России. Но лица-то никуда не денешь. Почему отправляли танкистов из Бурятии, я уж не знаю, почему он, например, из Таманской дивизии, как говорится, славянских парней не отправил туда. Я не знаю, то есть Путин, он вообще не заморачивается никогда такими мелочами, потому что ему соврать как бы он недорого возьмет. Если мы говорим вот о том, что происходило тогда в 2014-2015 году, то есть ему важно было, чтобы был результат. А результат гурятские танкисты дали. Я немножко в любом ключе хотел сказать. Специалисты, они, в общем-то, когда они проанализировали ход битвы за Дебальцева, они все указывали на то, что решающим было как раз участие этих бурятских танкистов. Я немножко хотел сказать в другом ключе. Смотрите, Путин, это, конечно, мерзавец. Понятно, там конченый уже полностью. Но он не дурак. Он все-таки, значит, как бы КГБ их там чему-то учили. И мне кажется, это специально шло, ну, как бы не против Украины направлено вся эта ситуация с бурятами. Это направлено конкретно против вас. То есть он готовит, по моему мнению, он готовит почву к тому, чтобы не допустить, ну, как бы ваше освобождение, вашу борьбу за независимость. И в таком же духе. Он начинает раздувать вот эту вот всю историю. Вот давайте немножко уйдем в историю. Вот чеченские войны. Вошел, вошли туда русские, стали убивать чеченцев, получили там по зубам, собственно говоря. Подписали Хасавюртовские соглашения и, короче, потом они их нарушили. Но, тем не менее, им пришлось найти человека-предателя, значит, вот этого Кадырова. Пришлось вооружить его до зубов. И уже после того, как они все эти вопросы решили, они начали опять вторую войну. Мне кажется, что, ну, как бы, они шучатся тоже. Они посмотрели, что вооружить оппозицию, это же, как бы, довольно-таки опасно. Во-первых, дорого. Во-вторых, ты от него не знаешь, что ожидать. То есть человек, который предал один раз свой народ, он спокойно предастся, собственно говоря, и российскому. Но он уже останется вооруженный до зубов. В данном случае, я думаю, они пошли несколько по другому сценарию. То есть они же там тоже, у них есть аналитики, они все это анализируют. Они понимают, что вот сейчас с Чечнёй как-то там более-менее разобрались. Другой регион, где может пойти освободительное движение, это именно ваш, Бурятий. Больше, собственно, некого. И поэтому они сработали на упреждение. Они специально стали показывать везде, где можно и нельзя, Бурятам, в разрез, как бы, со своей политикой. То есть они говорят, нас тут нету, но в то же время показывают Бурят. Нас нету, но есть Буряты. Потом пошли вот эти вот вещи насчет зверства Бурят. Потом вот этот странный флешмоб, термин «боевые Буряты Путина» пошел же оттуда. То есть они сами создали такой термин. Когда рано или поздно они по зубам в Украине получат, россияне начнут тогда грызть там всех, что у него есть. И чтобы удержать регионы, они заранее готовят себе почву. Вот они создали, значит, миф про, значит, злобных Бурятов. Раскрутили его. Причем это, получается, как бы мировая раскрути. Там даже Папа Римский там ляпал там языком, там что попало. То есть они находят, как бы, полезных идиотов. А потом, если у вас начнется освободительное движение, они спокойно взорвут там несколько домов, там поубивают несколько русских. Им никогда своих не было жалко. И скажут, вот видите, это все Буряты, это не мы. Вы же помните, какие они зверства делали в Украине, это Буряты? А мы теперь защищаем наших русских. Вот мне кажется, причина в этом. В принципе, я думаю, что вполне возможно. Просто, конечно, трудно предполагать, что они способны на такие макавилистские планы. Но, в принципе, да. И я бы также еще добавила, что вот в Украине, к сожалению, я думаю, что есть достаточное количество кремлевских агентов. И они есть как в СМИ, так и, в общем-то, в других структурах. Я даже назову тех людей, которые, я считаю, в принципе, работают на пользу Кремля. Это и Дмитрий Гордон, небезызвестный, и его жена Олеся Бацман, которые немало усилий приложили, чтобы раскрутить этот мем о зверствах Бурят. И есть еще другие, просто они как бы более мелкого, можно сказать, пошиба. Те же самые хорошие русские, которые, многие из них оказались в Украине, такие как Невзоров или Солонин. Они тоже с радостью подхватили этот нарратив о том, что это же все дикие буряты. Но мы понимаем, почему они это подхватили. Они же хотят от себя эту вину отодвинуть, навесить все на бурят, на чеченцев. Ну, в общем, в основном это буряты, потому что, как мы видим, это, в принципе, уже стало таким именем нарицательным. И, к сожалению, со всех сторон получается, что на бурят идет это наступление. То есть, с одной стороны, погибают в мясных штурмах, с другой стороны, как вот со всех сторон, идет вот этот ушат помоев, обвинений во всех грехах, во всех обсуждениях, в садизме и так далее. Я уверен, что это именно причина в этом. Потому что, конечно, там полно у нас в Украине людей, которые поддерживают российские нарративы, даже не обсуждают. Дело в том, что это же готовилось к нападению давно. Да, да, конечно. У них там свои аналитики, они все это дело анализируют. Но мне кажется, основная причина это все-таки вот в этом. Украина, она в своем праве. Украинцы получили всю эту информацию, значит, о боевых бурятах Путина, вот это вот мем там, все остальное. И малейшее подтверждение, украинцы же не смотрят, кто там Бурят, Якут, кто там Тувинец, Башкир, разницы нет. Человек азиатской внешности после вот этих всех раскрученных флешмобов будет восприниматься именно как бурят. Сейчас это слово, буряты, оно стало просто видео. Когда идет речь о российских солдатах, ставится название, в названии ставятся буряты, и это используется для кликбейта. И я несколько таких видео посмотрела. В некоторых видео вообще ни одного бурята нет. Там, например, только идет воспоминание, например, какого-то украинского бойца, и там абсолютно нет ни слова, он не говорит о бурятах, а видео называется «Про бурят». Как это еще можно, чем это можно объяснить? Зачем это делается? Для меня просто единственное мое объяснение вот таких вот видео — это обычный банальный расизм. Я бы просто хотела сказать о том, что вот это состояние общества, оно называется постправдой. Я сейчас вижу, что нет особого заказа на правду, и, к сожалению, я не вижу этого заказа на правду и в Украине. Я могу понять, что сейчас война, что люди в состоянии перманентного шока находятся, травмы, но, тем не менее, я вижу, что вот то, что делается сейчас по отношению к бурятам, да, что разгоняются вот эти фейки, то есть вот на протяжении 2022 года, начиная с апреля, с начала апреля шли эти массовые фейки про то, что буряты, оказывается, были главными палачами Буччи. Всё это началось со статьи в обозревателе, украинской журналистки Рагуцкой, которая опубликовала фотографии фейковые, которые были сделаны в 1920-м или 1918-м году в Хабаровске на Дальнем Востоке. Там, если вы помните, стояли куты с флагом Саха, ещё были там какие-то азиаты, солдаты, видимо, это были землячества какие-то там. А там с такой надписью, что найдены главные виновники преступлений Буччи. Ну и потом как бы этот ком стал разрастаться, потом уже просто был у нас, ну, у всех бурят был просто шок, когда началось то это. И сейчас, когда, например, уже правда вышла наружу, да, о том, кто на самом деле был с Буччи, на ком эти преступления, был недавно буквально фильм, я видела о том, что это делали десантники из Пскова и Росгвардия из Кемерово, главные виновники. Но сейчас это никого уже не интересует, потому что разошёлся этот фейк о буряпах. И самое главное, что в первую очередь это вредит Украине, потому что, во-первых, как бы снимается вина с настоящих преступников и убийц, и она перекладывается на расово, как бы, чуждых бурят. И в то же время, я сейчас живу в США, и здесь тема расизма очень острая. Люди очень остро реагируют на любые проявления расизма. Это всегда становится такой темой, которая обсуждается, например, когда были преступления против азиатов во время ковида. Это очень всегда обсуждалось. Всегда народ и общество реагируют. И, естественно, то, что происходило в информационном пространстве Украины в отношении бурят, это не обошло вниманием западную общественность. И это является на самом деле большим, повлекло большие репутационные проблемы, прежде всего для Украины, потому что эти вещи... То есть если идёт преступление, какое-то расследование, то обязательно журналист, который об этом пишет, он должен проводить тщательное расследование. Факт-чекинг. Но то, что происходит, например, и мы видим в Ютьюбе, мы видим там какие-то статьи и так далее. То есть это никогда не сопровождается никакой доказательной базой. С одной стороны, конечно, это ужасно, что столько моих соплеменников находится на войне. А с другой стороны, я понимаю, например, тех моих обманутых соотечественников, которые считают, что украинцы – это действительно расисты. Потому что, ну, кому понравится такое вот видеть постоянно, открываешь Ютьюб, открываешь там, например, Фейсбук, там, я не знаю, что-то ещё, и видишь постоянно вот эти вот беспочвенные обвинения. Мне кажется, это не совсем Россия. Смотрите, Украина, она в своём праве. На неё напала Россия. Кто там? Буряты, там, русский Ванька это пришёл, или там бурятский Батор, или чеченский, там, Рамзан какой-нибудь. Это не важно. Это оккупанты все. Они все преступники. Но вот эта вот ситуация, значит, ну, пользуясь этими нарративами с боевыми бурятами, это, мне кажется, работает именно вот на этот момент. Когда у вас начнётся освободительная борьба, она рано или поздно, наверное, у вас, надеюсь, у вас начнётся, вот эта карта тогда достанется. Достанут они эту карту и будут её разыгрывать. И будут показывать. Видите, какие буряты? Мы вас предупреждали. Придут к вам, ну, те же чеченцы, например. Вот что страшно. То, что украинские корреспонденты там рассказывают про боевых бурятов и понеслась эта тема, ну, это надо понимать корреспондентов. Им же важно там, как бы, свой хайп делать. Поэтому тема эта развилась. И вот эти все репортажи как раз Россия и поддерживают. Всё работает вот именно на эту модель, мне кажется. Да, с одной стороны, вы говорите, что для украинцев нету разницы, русский там Ваня или бурятский Батар. Но, тем не менее, почему-то всегда подчёркивается именно буряты. То есть национальность бурят обязательно подчёркивается. При том, что буряты там или нет. То есть буряты, это стал синонимом слова орки. И согласитесь, что если бы это всё равно было, то тогда бы не напирали так на бурят. Тогда бы не говорили, что это всё одни буряты виноваты, что они звери. А никто и не говорит. И вот такие видео бы специальных. То есть здесь всё равно. С одной стороны, я понимаю, что всё-таки Украина – это страна, которая подверглась агрессии. Но с другой стороны, всё-таки реальность такова, что это всё-таки видно, что всё равно идёт на первый план, выступает именно национальность. Когда говорится о каких-то преступлениях, об убийствах мирных жителей и так далее, без всяких доказательств. Сразу говорится, что это буряты. Либо вот иногда бывают такие даже достаточно, я не знаю, курьёзные случаи. То есть года два назад видела видео, оно было с громким названием, что буряты – звери и так далее. Когда я посмотрела видео, там было наоборот. Там женщина, которая пережила оккупацию, она рассказывала о том, как на самом деле всё это было. Для них, конечно, это был кошмар. Но когда она говорила о бурятах, там, в принципе, не было, что там буряты что-то творили. Она, наоборот, говорила, что они там уважительно относились к нашей бабушке, что они помогали. То буряты застрелили какого-то чеченца, который хотел подругу её изнасиловать. Вообще, вот в этом видео, всё как бы со знаком наоборот, всё было показано. Прямо тимуровцы, да? Прямо тимуровцы, да? Это другое. Противоположный смысл был у названия. Смотрите, это всё так. Но дело в том, что вы обратите внимание, вот эти все нарративы про бурятов шли первое время. Именно как бы по инерции вот этих вот всех, то, к чему готовила Россия. Сейчас их всё меньше. Сейчас сработал обратный эффект. Мы как бы начинаем с вами сравнивать двух людоедов. Я как украинец сейчас. Вот, допустим, один людоед пришёл и убил там тысячу человек, да, и сожрал их. А другой только десять. И мы так сидим и думаем, вот тот, который тысяча, это, ну, полный негодяй. А этот, который десять убил, этот вроде как бы ничего. Почти тимуровец, понимаете? Доходит до этого. Я что хочу сказать. Украина в своём праве. Они всё это, значит, как для них пришли оккупанты. Не важно кто. То, что буряты творили там какие-то зверства, это, мне кажется, это сто процентов было. Другое дело, что русские этих зверств творили в десятки раз больше. Во-первых, потому что нация сама по себе зверская. Они их так привыкли. Во-вторых, чисто по-математически. Их там больше. Бурятские зверства, там, мне кажется, они были единичные. Но они были. И вот эти единичные, они уже раздувались до невозможности по этой же моей теории. Специально для того, чтобы подставить именно вас, бурят, на перспективу. Я смотрел репортаж в свое время. Может быть, вы тоже видели. Золкин там на его канале. Они взяли бурята, лейтенанта, который, значит, пошел первый раз на войну. Его там ранило. Он вернулся. Он купил квартиру в Улан-Удэ. Вернулся опять. И его уже взяли в плен. Он тогда со своим подразделением захватывал Чернигов. Потом их оттуда, значит, выбили. Этого взяли в плен. Значит, эта команда Золкина провела его по этому селу. Вы не смотрели этот репортаж? Вот именно этот репортаж не смотрела. Но я, как бы, читала то, что писали, в том числе наши люди у нас, как бы, комментировали. Я примерно... Я... Да. Вот смотри. Да, видите. Но там как раз они говорили, по-моему, что особо там, в принципе, не было ничего. Совершенно верно. Его, значит, корреспондент подводит к этим жителям села. Он говорит, что да, мы лично ничего там не совершали. Там были русские подразделения. Зверства шли там в основном от них. Но если у вас будет возможность, пересмотрите вот это видео. Посмотрите, с какой ненавистью смотрят украинцы на этого буряца. Да, он конкретно эти зверства не совершал. Но смотрите, человек пошел первый раз на войну. Он же пошел не цветы там дали, правильно? Он пошел убивать украинцев, в том числе и женщин, и детей. Получил ранение, вернулся, купил на эти кровавые деньги квартиру. И опять пришел воевать. Что можно сказать про этого человека? Понимаете? Тут уже не важно, кто делал преступление. Понятно, что русские там больше. Понятно, что в Вуче там это псковская дивизия. Это все понятно. Корреспонденты, они хоть там сразу любят там хапнуть там чего-то, потом идут какие-то разборы. И рано или поздно там правда выходит на поверхность. Да, понятно, там были в основном вот эти вот дивизии. Но в то же время было видео, которое опять же распространили именно русские. Это когда какой-то калмык отрезал там гениталию украинскому военнопленному, потом его убили. Это был Тувинец. Тувинец, совершенно верно. Но для украинцев нету разницы, как я вам сказал, нету разницы. Тувинец, Бурят, они же не различают. Тем не менее, этот репортаж тоже пошел. Я понимаю, что вы говорите, что для украинцев нету разницы русский, Бурят, Татарин и так далее. Да, украинцы... Обычно, да, когда идет, например, репортаж о каком-то преступлении, то не указывается национальность обычная. То есть идет речь о преступлении, о преступниках. А здесь в большинстве случаев обязательно плывает, например, название. Пусть это будет какой-то Татарин или еще кто-то, обязательно это будет Бурят. Ну то есть я просто об этом уже много раз такое видела. А что касается вот того же Золкина, я хотела бы про него кое-что сказать. Дело в том, что я вот прочитала про него, про его, так сказать, путь блогера. Он достаточно такой, я бы сказала, загадочный. Потому что он был никому неизвестный блогер с тремя подписчиками. Он ходил там, интервью брал по поводу особого статуса ДНР и ЛНР. Он явно была у него пророссийская позиция. Он был как бы связан с небезызвестным шарием. И вдруг в начале 22-го года всходит звезда этого никому неизвестного блогера. И ему дают доступ к российским военнопленным. Затем я прочитала статью, что оказывается в 2010-м году он, будучи сотрудником милиции, совершил убийство. Причем множество было свидетелей этого убийства. Но так как он был сотрудник полиции, он был осужден на 14 лет и отсидел из них буквально три года. В 2017-м году он освободился. Причем он сидел в какой-то специальной колонии естественно для сотрудников милиции. Вдруг как-то совершенно так сказать неожиданно освобождается по УДО за убийство человека, которое он совершил. То есть он с подельником забили насмерть этого курсанта доской. И это видели несколько человек. и вдруг он надевает на себя белое пальто, садится на белого скакуна и получает доступ к интервьюированию российских плен. Как он это делает, это другой вопрос уже. То есть это абсолютное попирание Женевской конвенции. И я сама видела несколько интервью, он там просто не скрывает своего отвращения, когда он разговаривает с теми же бурятами. Это же видно. И просто в одном интервью там какой-то был татарин танкист, и он рассказывает историю, правда он не с Золкиным говорил, а с его компаньоном. И он там рассказал, что когда их брали в плен, то там был с ним его сослужитель, бурят. Значит его, когда они уходили, то есть когда они его брали, то они его ранили в ногу. А потом когда нам надо было эвакуироваться, его вообще там оставили умирать. То есть это было, ну я не знаю, как это еще можно, и то, что это попало, во-первых, ну я не знаю, это вообще можно вот так вот транслировать, а во-вторых, вот этот непрофессионализм, он просто бросается в глаза, так как общается он с военопленными, этого нельзя делать. Женевская конвенция не позволяет такого отношения, но тем не менее он получает доступ. Почему ему дали доступ, непонятно. Смотрите, Раджан, кто он вообще такой был? По поводу Золкина, да, там у него какие-то мутные истории приходов на эту тропу корреспондентскую, тем не менее, понимаете, Украина в войне, и очень много людей, вот у нас когда начиналась война до 22 года, очень много людей было, которые поддерживали Россию, то есть у нас хватает там этих ждунов, тот же Шарий пресловут, это все нарративы, но когда стали в наши окна прилетать ракеты российские, эти шахеды стали убивать людей, у многих мозги прочистились, вполне могло быть такое и Золкиным, если он раньше поддерживал Шарий, я насчет этого не знаю, но тот же Золкин... Я вуза в воздухе, так же, как наш Невзоров, например, это просто было мастерское переобувание, а теперь он украинский патриот. Я не думаю, что это было перебувание, но смотрите, вот если мы вот эти все нюансы выберем, вот я лично считаю, что он делает большое дело, там неважно даже с военнопленными, я не говорю, там бурятов, русских, чеченцев, там у него со многими, там очень важна реакция вот этих русских матерей, жен и там всех остальных, родственников, понимаете? То есть вот он показывает, что им все равно, они все вне политики, они все там как бы своих бросают, это очень важно. Если даже Золкина вывели именно спецслужбы Украины на это дело, то я, например, такое только приветствую, какие репортажи нужны. Он показывает в основном, основной его посыл в том, что русским все равно, сколько у вас погибнет там 500 человек, 500 тысяч, 100 тысяч, 300 тысяч, миллион, им все равно. Вот эти вот жены, их матери, они так и будут говорить, ну вот мы там мы не знаем, мы как бы политикой не интересуемся, вот чем дело. Поэтому я считаю, что ну такой человек нужен. Что касается Женевской конвенции, ну там уже как бы вопрос спорный, я ее не знаю, вот, но тем не менее, смотрите, он показывает опять же тех же военнопленных, они там призывают сдаваться в плен, Золкин, вот его команда. И вот, если вы смотрели, последний обмен был, там сколько там, то ли 30, то ли 50 человек поменяли на 50, но я не помню цифры, будет ли, в каком состоянии приезжают российские пленные домой, там они откормлены, там они потолще выглядят, чем они в плен попали. И в каком состоянии приехали украинские пленные домой, вот эти репортажи, они говорят сами за себя. И вот я еще, ну если уж мы стали говорить о корреспондентах, о российских, об украинских, обо всех, сильнее всего вот эту всю пропаганду российскую уничтожает именно сами российские новости. То есть вот они показывают, вот мы вернули из пленных, из плена значит солдат российских, и вот мы отдали украинских солдат. До этого они кричат про зверство в украинском плену, и то, что они очень хорошо относятся к украинским пленным, это россияне, мы ведем. И тут они показывают репортарх, где изможжены эти украинские пленные и откормлены и российские. Для того, чтобы понять всю эту российскую пропаганду, всю их брехню, достаточно смотреть даже не Золкина, не наших корреспондентов украинских, достаточно посмотреть российских, именно пророссийских. Там все оно как бы понятно. В этом смысле даже можно не обсуждать, потому что здесь обсуждать нечего. То есть это то, что происходит с военнопленными, то же самое происходит в российских тюрьмах, то есть там идут страшные пытки, это реальность, пытки в полиции, пытки в тюрьмах, пытки над военнопленными. Все это кровавая реальность России. И тут даже, мне кажется, обсуждать нечего. То есть мы понимаем, когда речь идет о России, мы понимаем, с чем мы имеем дело. То есть этот режим — это абсолютное зло, эта страна, она на крови построена, она стоит на костях. Чтобы от этого избавиться, нужно ее полностью форматировать, она должна полностью распасться. Но мы сейчас говорим об Украине. Дело в том, что когда я говорю такие вещи, я не нападаю на Украину. Я хочу, чтобы в Украине все было хорошо, чтобы Украина победила, чтобы там справедливость восторжествовала. И поэтому меня очень вот это вот задевает, когда такие вещи я вижу в Украине. Потому что я понимаю, что есть Россия, есть Украина. И хочется, чтобы Украина была как бы вот на этой вершине стояла. Вот не хочется, когда вот видишь таких деятелей, как, например, Анатолий Анатольевич, есть такой тоже блогер, вот такого пошиба людей, когда видишь, когда видишь, что они творят, да, то есть как они относятся к своему журналистскому долгу. От этого как бы хочется скрежетать зубами. Именно поэтому я вот, именно вот так вот с этой позиции я выступаю. А не потому, что я хочу объявить там наших контрактников, которые там, например, пришли с войны, снова ушли. Я их абсолютно не оправдываю. Абсолютно. Кто ушел, а кто и не ушел. Ну да. Скажем так. Смотрите, я почему говорю. Я хотел тему развить не именно вот это вот зверство, были, не были. Значит, я уверен, что были. Не в таком количестве, но были. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать именно вот в дальнейшем пути той же Булянии. Вот то, что Россия, эта страна, не имеет морального права на существование, это вот, ну я даже не сомневаюсь ни минуты. Это страна, которая за все свое существование не сделала хорошего ничего, абсолютно ничего. То есть в этом уникальность. Моральное право на существование она уже просто потеряла. Единственное, что они вот любят кричать, это вот 9 мая, у них победобесие начинается. Но никто не вспоминает, что именно они-то стояли у истока войны. Они были верными союзниками. Поэтому рано или поздно Украина им шею свернет, потому что не получилось у Путина близ карьера. Война пошла в долгу, и сейчас время работает на Украине. Да, у нас погибает очень много людей, это трагедия. У России до черта людей оно будет гнать, гнать, гнать их на убой. Запад сейчас уже вроде бы начал давать оружие, разрешили стрелять по российским территориям. В усеченном виде, правда. Это тоже плюс. Запад постепенно, он как бы глаза открывает. Но я что хочу сказать. Тут все понятно. Это будет разваливаться. Но у вас начнется рано или поздно освободительная борьба. И начнется она именно так. Потому что Россия, когда она, ну скорее всего так будет. Где-то будет, либо уйдут в глухую оборону Украина, и будет заморожен конфликт. Либо она свернет шею, значит, тому же Путину. Он уползет там в свою Московию, и там будет кричать, что мы победили, и все. И тогда он займется вами, в вашем регионе. Вы слышали, вот, кто такие Нивхи? Наверняка знаете, да? Конечно. На Дальнем Востоке. Совершенно верно. Это вымирающий народ, у которых осталось то ли 3 тысячи, то ли 2 тысячи. Один такой Нивх, он был у того же Золкина, и он брал у него интервью. То есть я к чему хочу сказать, что их всего то ли 2, то ли 3 тысячи. Их сейчас добивают физически, во-первых, там в Украине, и их где-то там тоже ассимилируют. Скоро этого народа не будет, с такой политикой. Вас тоже мало, вас тоже подставляют под войну. Из вас делают, значит, народа зверя, вот в таком духе. Вы правильно сказали, что у нас полно манкуртов в Украине, что надо понимать, это все готовилось. Многие люди были под этой пропагандой, это все ясно. Сейчас мозги вот эти ракеты прочистили, их стало уже в разы меньше, но они есть. То же самое и у вас в Бурятии. Взять того же вашего Цеденова, это же не Бурятов, Бурятов называть нельзя. Это уже верный пес вот этого Путина, все такое. Есть Толухон у вас такой, академик. Это то же самое. Наш украинский академик писал ему письмо в начале войны, и он ему там ответил, ну там он такую пургу унес, что просто жесть. Потом у вас, это я называю самых ярких, потом у вас есть такая Бумбошкина, это судья, международная категория, это редкость, когда женщина-судья. И вот она ездила в Украину, она повезла там какие-то квадрокоптеры, там что-то такое, приехала там в какую-то воинскую часть, расписалась на ракете, причем она с собой потащила какую-то там девушку без мозга, там врача детского. То есть, знаете, детский врач расписан на этих снарядах. А буквально на второй день такая же ракета угробила где-то там 20 человек, я не помню в каком городе, я боюсь ошибиться. Я не говорю, что это именно та ракета, но такая же. То есть, понимаете, вот к чему ведет. Вас, во-первых, уничтожают, из вас делают зверей, ну и уничтожают физически. И вам накручивают этих вот всех вот Толухоновых, Бумбошкиных и всех Схеденов. Таких людей сейчас стали называть подрусь. То есть, это вот такие вот как бы буряты, да, бурятцы, которые на самом деле все делают для того, чтобы буряты уничтожить. Во всех смыслах. Ну да, естественно. Я хочу провести параллель. С нами, с украинцами, России было труднее, нас много. Плюс у нас, когда развалилась после Первой мировой войны, развалилась Австро-Венгрия, у нас Западная Украина вошла в состав Украины. Они тогда объявили Западно-Украинская Народная Республика, у нас объявили Украинская Народная Республика, и они объединили. Потом Польша захватила часть, потом опять Советский Союз захватил. Но эти люди, и они нам дали импульс. Они герои. То есть, они как бы воевали что с советскими оккупантами, что с немецкими оккупантами. И они еще 10 лет после войны гоняли там по лесам этих российских оккупантов. Вам гораздо сложнее. С вами, русским, легче. Ваши манкурты, плюс у вас очень большое количество российского населения. Я правильно называю? У вас 600 человек, 600 тысяч человек, да? Примерно так, да. Где-то там не меньше, а даже больше у вас живет россиян. Когда у вас начнется процесс освобождения от этой оккупанты, вот это будет у вас очень большая проблема. Я бы так не сказала, потому что у России уже сил не будет, сил на то, чтобы бороться. Вот уникальность этой ситуации в том, что по сравнению с 90-ми годами, когда о независимости объявила Чечня, ее потопили в крови, и Татарстан также вынужден был отказаться от своего суверенитета. Сейчас ситуация такая, что выходить будем все вместе. Не только Бурятия, но и Саха, но и Татарстан, Башкортостан. Та же Ингрия, например, и республики Дель-Урала. Поэтому я думаю, что сейчас просто у России не останется никаких ресурсов на подавление этих движений. Я к чему это все и веду. Украина рано или поздно на ему шею свернет. Это понятно. Либо сдохнет этот недомерок, тоже война автоматическая. Потому что вы же знаете историю Советского Союза. Всегда, когда приходил новый человек к власти, ему что приходилось сделать? Он полностью менял политику. Потому что они же любят пограбливать русские. Они вот пришел к власти, значит, какой-то идиот. Он строит вертикаль власти. Просто они об этом не говорили. Путин первый стал говорить об вертикали власти. А там как? Вверху этой пирамиды должен стоять самый умный, самый мощный, самый супер-пупер мастер каких-то там многоходовочек, как они его называли. И все такое. А те, которые чуть ниже, они должны быть немножко глупее. Потому что не бывает так, что твой зам умнее, значит, тебя. Иначе это будет не вертикаль власти, это будет демократия. И вот у них получается, значит, Путин, чуть-чуть дурнее его, значит, Лавров, еще дурнее Медведев, еще дурнее там кто-нибудь такой. И пошло туда вниз. А сейчас у власти стоит явный идиот. И остальные должны под него подстраиваться. Вот это мы имеем. Поэтому, когда он откинет копыта, его поменяют, тот человек, который будет на его месте, это будет такая же гнида, такой же мерзавец. Можно не сомневаться. Но он вынужден будет эту политику поменять. Он будет вынужден как-то мириться с Западом. Он будет вынужден как-то что-то там выплачивать Украине, там как-то там, ну, что-то придумать. Но русские, они не умеют проигрывать. Не то, что это хорошая черта, это плохая. Это вот как баран. Знаете, он бьется в ворота, например, одни. И не может по-другому. Он должен биться в ворота. Так и русские. Они положат там кучу народа. Не убивают кучу, значит, своего населения. Но они скажут в итоге, мы победили. И тогда они полезут в регионы. Кто бы там ни был. Потому что вся вот эта ихняя оппозиция, это, ну, это, ее как бы оппозиция трудно назвать. Вот вы же знаете наверняка, Ходорковский, когда была война в Чечне, он же тоже там кричал. Я готов взять автомат, идти там защищать Россию, не дать отсоединиться в Чечне. Вот такое было. Или про Грузин там говорил, не помню. Ну, что-то такое было. И вот вся ихняя оппозиция, она займет вот эту вот, вот такую позицию. И тогда под ударом окажетесь вы. Это будет прекрасно, если вы успеете объединиться. Но вы объединиться можете только за границей. Если сейчас это объединение идет, это просто прекрасно. Там, на России, у вас будут проблемы. Проблемы, и прежде всего проблемы будут именно с российским населением. У меня был партнер, мы вместе работали здесь в Бурятии, он сам, он русский, жена у него украинка, но он из Лануды. Он сейчас вернулся туда, к себе, он там живет, не знаю, там связь сейчас потеряна, потому что позвонить не позвонишь, я начну говорить там вот свои нарративы, а их там возьмут и посадят. Потому что они в Рыжках. Поэтому я им и не звоню. Но это будет проблемой. Я же говорю, это Путин, ну не Путин там, кто там придет, там условный Навальный или еще кто-то. Я их вообще не различаю между собой. Они все одинаковые. Я не дадусь команду, ну давайте убьем там десяток русских, свалим все это на Бурят. И вспомню, а вы помните Буча, вы помните Папа Римский говорил, понимаете? Что касается вот того, что у нас больше русских в республике, я с одной стороны, это может какую-то проблему, мы как-то не думаем, что это были такие сильные и большие проблемы. Потому что мы помним, как распадался Советский Союз, как мы помним, за одну ночь распался после Беловежской пущи. И в том же Казахстане, например, было огромное количество русского населения. Они просто смирились с этим статусом. То есть они приняли этот статус-кво. Часть людей из Средней Азии уехали в Россию. Часть осталась, в том числе большая часть русскоязычного населения осталась в Казахстане. Они теперь граждане Казахстана. Я, например, в Польше много лет назад, лет 10 назад, ходила на приём в посольство Казахстана. Там, в общем, они представляли какую-то детскую книжку на польском языке казахских сказок. Там я поразилась, что посол Казахстана в Польше в тот момент был мужчина русский. Он говорил там, естественно, он там прочитал обращение на казахском языке, с акцентом, конечно, но, тем не менее, это показатель, что, в общем-то, не всё так, как говорится, однозначно, да, и не обязательно то, что те же русские будут в штыки воспринимать отделение Бурятии от России. Если, например, возникнет эта ситуация, когда пойдёт этот парад независимости, то тогда просто жители этих регионов, они просто в одно утро проснутся уже в новой стране и будут уже как-то что-то решать с этой ситуацией, потому что как бы иного пути не будет. Потому что мы уже понимаем, точно понимаем, что никакой Российской Федерации больше не будет, никакой прекрасной России будущего не будет. Её не существует прекрасная Россия. Единственная надежда на нормальное существование, на нормальную жизнь будет в небольших государствах, которые образуются на этом пространстве. Я думаю, что многие наши русские сограждане, они, в принципе, не против того, чтобы жить в нормальной, демократической, говорят, Монголии. Потому что пример Казахстана, например, показывает, что вполне прекрасно люди уживаются между собой, они занимают какие-то положения высокие, например, не будучи казахами. И, в принципе, я думаю, что... Я, конечно, понимаю, что, может быть, мы как-то не видим все опасности, да, которые перед нами могут возникнуть на этом пути. Но я думаю, что, да, действительно нужно, конечно, об этом ещё раз подумать. Но в то же время, вот у меня вот такое видение, более оптимистическое. Ну, смотрите, извините, извините, перевариваю. Ну, я, наверное, по жизни пессимист. Понимаете, вот этим всем республикам было легче. Всё-таки в Казахстане довольно-таки, ну, много... Вот я почему сказал количество по составе? Что вас в итоге меньше, чем русские. И вам надо им предоставить какую-то модель. Потому что, да, я очень надеюсь, очень хочу, чтобы Россия развалилась к чертям. Это будет лучше для тех же русских. Но очень много останутся там у вас, в Бурятах. Тем более Россия сейчас, я же так понимаю, они оторвали кусок Бурятии, присоединили его к Иркутску или куда там его присоединили. То есть эта проблема тоже есть. Сейчас в каком составе это будет Бурятия? В 2007 году, да, Сталин расчленил вообще на пять частей, но в основном это были образованные два округа, Агинский и Усть-Ардынский. Но мы будем добиваться того, чтобы бурятский народ был признан репрессированным и чтобы произошла эта территориальная реабилитация. Потому что эти отторгнутые территории, они были незаконно отторгнуты, поэтому мы будем добиваться их возвращения. Но, естественно, не военным путём вооружённым, а с помощью международного арбитража. Теперь главное, чтобы международное как бы помогло общественному. Когда был распад, распад союза, даже Америка была против отделения Украины и всего остального. Сейчас я читаю вот эти вот воспоминания тех же наших президентов бывших. Они все об этом говорят. Тот же Кравчук, он об этом говорит прямо. Они были против. И нет уверенности, что они, какую они займут сейчас позицию международного общества, так называемого. В модели должна быть политическая нация. То есть, естественно, принимая во внимание демографический состав республики, естественно, у нас будет политическая, мы будем строить политическую, гражданскую нацию. Да, вот этим русским надо. Я думаю, что у адекватных людей не должно возникать каких-то возражений. Ну, если они там есть, видя, что сейчас происходит, мне кажется, адекватных на России что-то меньше и меньше. Вы живете сейчас за рубежом, вам проще гораздо. Вы живете в демокридической стране, вы все это видите со стороны. А там же им показывают совсем по-другому. Еще такой момент. Буквально недавно я смотрел репортаж из ТВ, репортаж делала Собчак, та еще оппозиционер. Там, значит, какой был сюжет? Какая-то небольшая деревня, значит, они там в своем соку там векаются, есть школа. И то ли 4, то ли 5 малолетних, значит, ушлепков изнасиловали другого малолетнего ребенка. И, значит, мать, естественно, как любая мать, она его защищает. С адвокатом там работает. Адвокат вроде как бы тоже адекватный полностью. Но вся деревня встала на сторону вот этих вот насильников. Представляете, что там творится? Все вот это всплывет. Вас же приучали, вот смотрите, вот опять же немножко скакану в сторону. Вот сейчас у вас идет вот этот разговор, что у вас хотят какую-то громаднейшую тюрьму строить. А все тюрьмы сейчас в России, наоборот, закрываются, потому что всех людей они стараются утилизировать. Все эти отбросы, которые как бы рафинированы потом, которых Украина не доубьет, там много, они появляются у вас. И вот в этом репортаже вот этой, значит, Собчак адвокат, он там адвокат, и потом еще какой-то там голова ихний, тоже на удивление адекватный, он говорит, что это все проблема. Почему возникла? Потому что вот это вот арестантскую культуру нам навязывают. Ее будут навязывать и вам. Почему у вас эта тюрьма и строится? Они же потом закончат срок, они же не уедут там в Москву, они осядут у вас. Вот в чем сейчас все опасно. Да, поэтому, конечно, вот, например, еще один регион, где есть большая концентрация этих зон, это Республика Мордовия. Вот один из наших товарищей по Лиге Свободных Наций, это Илья Зор, аэрзианского народа, Сирис Баляй, он выпустил два года назад небольшое видео, где он рассказал о планах государства будущего, государства Эрзиан-Мастор, значит, что они собираются делать с этими колониями. И он как раз говорил о том, что все ЗК из тех регионов, откуда они, значит, приехали, прибыли этапом, они должны быть высланы обратно по месту совершения преступления, значит, и потому что, да, и если они хотят, например, чтобы у них останется тюрьма именно для своих граждан. И я считаю, что это очень правильный подход. Я думаю, что все должны следовать этому примеру, и в результате, я думаю, что таким образом можно решить эту проблему и с АУЕ, с этим воровским, значит, и жаргоном, и вообще вот этой плесенью, которая проела всю социальную структуру. Только таким образом можно с этим бороться. Ну вот я к чему и веду, что, смотрите, вот взять Польшу, например, да, вот пример. У них, когда они еще входили в состав Российской империи, у них было несколько восстаний, три, по-моему, крупных восстания было, и они все потерпели поражение. Там, опять же, вот если мы приводим, да, пример этих новых русских, там все остальное, взять Пушкина. Это же тоже был националист еще тот, имперец. Он же тоже там написал пасквиль против этих поляков, все остальное. То есть русские все будут за это. И вам надо, и вот, и поляки что сделали? Последнее, значит, восстание, я боюсь ошибиться в цифрах, потому что Явский не историк, это 1800, там, по-моему, 60-х годов, их руководство, эти позиции, например, они приняли решение на образование. То есть они стали образовывать свой народ, стали поднимать культуру, поднимать историю, чтобы люди гордились. И когда появилось окно возможностей, когда развалился, значит, развалилась Российская империя, поляки уже были готовы. И они с оружием в руках защищали свою родину. Они дали по зубам тогда хорошо этому Буденову с его шайкой, там, с Тухачевским. Они отстояли себя. А у вас сейчас, смотрите, что делается. Я же почему говорю, что против вас Россия воюет, это же Мерзот еще там. Но она логична. И они специально, я же правильно понимаю, что у вас сейчас в школе ну не запретили язык, но сделали его необязательно. Да. Бурятцы. Вот это все, это все звенья одной цепи. Во-первых, вам сейчас количество этих манкустов все больше и больше и больше. Людей уводят от этой истории своей. А история-то такое, ну как бы стержень. И вот буряты, ну как-то можно еще вот вашу нацию научить как-то гордиться своей историей. А что делать с русскими, которые там? Вот вам надо искать какую-то модель, как-то с ними взаимодействовать. Придется все равно. А их очень много. Ну да, я думаю, что, я думаю, что вот у нас есть, конечно, как русские националисты, да, которые там, у них своя повестка, но их не так много. И есть обычные люди, которые, в общем-то, так сказать, являются патриотами Бурятии. То есть они не чувствуют себя как бы гражданами Большой России зачастую. Они считают, что вот их родина Бурятия, хотя они, например, русские. Не так тоже, не так мало, на самом деле. У нас, ну как бы наши друзья есть русские, которые, в общем-то, разделяют. Так что я думаю, что нужно, да, просто самим себя вести адекватно, да, и не впадать там в какие-то, не допускать никаких провокационных высказываний. Ну то есть, если у нас будет четкая программа, адекватная, совершенно верно. Тогда я думаю, что в принципе не должно, я не вижу, я не вижу никаких трудностей такого рода. Трудности вам создаст Кремль. Вот я же говорю, они убьют. Я знаю, то есть Кремль, да, он нас, во-первых, убивает сейчас, то есть, замарал кровью, как бы физически уничтожает, потому что мы знаем, как это все проходит, да, кого бросают, затыкать все дыры. У нас уже практически уже не осталось особо там мобилизационного потенциала. У нас огромное количество выехало, ту же Монголию сначала, а потом и дальше многие поехали. В Нью-Йорке сейчас тысячи бурят, их вот число увеличилось именно вот с начала этого вторжения. До этого было, конечно, тоже много, но сейчас их просто, это самая большая, мне кажется, диаспора за пределами Бурятии находится именно здесь, в США сейчас. Именно из-за этой политики геноцидальной. Обратите внимание, вот такой момент. Путин всех спокойно выпустил, вот этих людей. Им ничего не мешало, допустим, перекрыть границу, вот в Монголии, тут очереди стоят, вы наверняка знаете, да, ему ничего не мешало, допустим, сказать, мне позвонили, сказали, что, значит, переход заминирован, он выпустил самых активных. Рабами управлять легче. Чем больше активных уехало, тем больше рабов там осталось с процентом отношений. Вот это тоже у вас происходит. Те люди, я не знаю, как там сейчас в Америке, от бурятов себя ведут. Зная Америку, мне кажется, ведут себя адекватно и вполне нормально, потому что, ну там свобода. Она как-то тебя пропитывает полностью, американская. Я сейчас хочу сказать о бурятах, которые приехали в Монголию. Знаете, наверное, это блогер Баир, вот он тоже сюда приехал, он сейчас в Южной Корее, но он делал репортажи, вот как-то тоже пытался что-то делать. Знаю, знаю, видел его. Вот, и вот смотрите, мы попробовали, вот их как-то они там поделились на каких-то там группки, они организовывали, Баир организовывали, не знаю, кто из бурятов организовывал, но организовали какой-то центр помощи вот переселенцам, или как их назвать, и мы, значит, с Баиром, еще там с двумя ребятами пришли, значит, туда. Была идея сделать репортаж, ну какой-то там совместный репортаж, я со стороны Украины, ну дискуссия. Вот я со стороны Украины, они со стороны Бурятии, и вот мы разговаривали. Мы повесили украинский флаг, значит, подготовили, значит, все к этому, значит, к этой беседе. Все, на второй день флаг сняли, люди испугались. Потом тот же Баир пытался, значит, снимал репортаж с оконца, по-моему, отмечать. И люди тоже испугались сниматься на камеру. Люди, которые прошли вот эту вот Россию и то, что сейчас там происходит, они напугались. Даже вот эти вот люди, у которых хватило ума уехать, все этого кошмара, не уйти воевать, они напуганы. А те, которые сейчас там, в Бурятии, они напуганы еще сильнее. Это тоже большая проблема. Вам как-то, ну, я не знаю, мой совет, наверное, не нужен, но тем не менее, эта проблема всплывет. Зато орут эти манкурты на каждом углу. Но в целом, вот смотрите, вот даже вот та же Бомбошкина, которая поехала там, стала пиариться на войне. И вот я читал отзывы, и много молодежи вашей пишет, что зачем ты пиаришься на войне, ты что творишь. То есть молодежь-то в целом, она адекватна. Народ, народ в основном напугает, боится. Такого центра, да, у нас, значит, сейчас есть Лига Свободных Наций. Это прекрасно, это хорошо. У вас мало ресурсов, у вас мало слышно в Бурятии. Вот я вот знакомым звоню, это мы не знаем, мы там как бы не слышим. Это тоже проблема. Надо как-то им доносить, рассказывать. Потому что у нас, Украина, все-таки 30 лет свободы мы получили. И поколение у нас сменилось. И даже несмотря на всех этих ждунов, манкуртов и прочую вот эту вот, значит, публику, в целом Украина показала, вы шлите что, не испугались Россию, значит, дается отпор. Это вот сейчас показывают, значит, россияне, что вот украинцев невозможно мобилизовать, там кругом, там нападают на вот эти, значит, военкоматы. Ну, вы же Россию знаете. Они берут один сюжет, его раскручивают и все. Но никто не показывает, как стояли очереди добровольцев в начале войны, идти на эту войну. Но добровольцы погибают, это понятно, остаются вот уже как бы люди, ну, я не сказал бы второго сорта, но, ну, немножко более, не такие патриотичные, скажем так. Это тоже у нас проблема. А вам надо еще этот народ, ну, не то что воспитать, как-то развить это чувство. А Россия ее старается убить, наоборот. Это прекрасно, что вы там организовались, что вы сделали Лигу Свободных Наций, это прекрасно, это отлично. Но надо как-то доносить вот там, в самой Бурятии. А люди мало знают. И сейчас, я опять же вспоминаю вот это зверство Бурята, все это такое нарративо. Сейчас это не самое главное. Сейчас главное, чтобы люди в Бурятии знали, что есть такие люди, как вы, что вы как-то пытаетесь бороться, пытаетесь все это сделать, пытаетесь развалить к чертям этого дурного образования под названием Россия, вот, и сделать нормальную страну. Как-то надо вот с этим, что-то с этим делать. Мы пытаемся в меру наших сил. У нас есть подписчики, ну, то есть люди боятся иногда подписываться, но они читают наш канал, они смотрят видео. Многие оставляют даже свои, даже будучи в России, они все равно пишут какие-то комментарии. Но вот рискуя сейчас этим, ну, как сказать, я думаю, что вот эти самые зэпные каналы, которые все пишутся кураторами, то есть они, у всех есть кураторы ФСБ, некоторые прямо напрямую из ФСБ ведутся, и там часто бывают, они часто пишут о нас, и таким образом они нам устраивают пиар. Они устраивают пиар и РФТН, и Лиги Свободных Наций, и по именам там нас полощут, других бурятских активистов тоже. То есть они таким образом, на самом деле, они на самом деле хорошее дело, потому что многие люди о нас тоже через эти каналы узнают. Поэтому меня это всегда только смешит. Я просто, то есть это иногда, ну, это обычно бывает очень смешно написано, ну, то есть смешно читать. Во-вторых, это любой пиар, это пиар. Мы стараемся, мы стараемся. Тут, я думаю, даже дело не в пиаре. Дело в том, вот видите, в начале нашей беседы я вам говорил, что больше всего на развинчивание этой российской пропаганды работает сама российская пропаганда. Посмотрите, вот допустим, они кричат, мы освобождаем Украину и показывают эту, мы защищаем русскоязычную, и показывают эту разбитую Марьинку там полностью там в руинах, вот защитили. И у них все там. Пропаганда, она не делает из людей идиотов, она на идиотов рассчитана изначально. Если человек что-то может там думать, на него пропаганда не подействует. То есть надо просто относить информацию. Вам надо как-то какую-то модель выстраивать для этих русских, которые у вас там живут, чтобы они тоже были заинтересованы. Потому что для нас, для украинцев, вот буряты, это не ЦД нам, не Танухону, не это бомбошки на всю голову. Для нас буряты, это, например, вот этот вот парень, который сейчас воюет в батальоне Сибирь. Вот в батальоне Сибирь там же не только буряты, там как раз воюют и якуты, и буряты, и туинцы. И они там плечом к плечу с ВСУ защищают мою родину. То есть для нас вот они, буряты. Для нас, даже вот в Украине живет женщина Морозова, Ариуна или Аюна, я могу ошибаться в имени, она волонтер. Она сама из Харькова. Она была как раз в этом Харьковском АГА, администрации города, когда туда прилетела российская ракета. Да, я видел. И вот как она тепло отзывается про украинцев. Как тепло про украинцев отзывается этот парень из батальона Сибирь. Вот для нас буряты они. А Россия, она старается сделать наоборот. Показать, что буряты это вот те, которые там где-то, ну, которые там делали преступления. К сожалению, они уже уехали из Украины. Там, к сожалению, в общем-то, не сложилось у них. В основном сейчас представители сибирских народов в батальоне Сибирь. У них не сложилось там и им пришлось выебаться. Ну, возможно. Он недавно выступал в интервью канале Азиаты и России. Буквально сегодня я смотрел на это. К сожалению, я найду. Я могу вам посоветовать посмотреть. Киньте ссылочку. Да, я с удовольствием посмотрю. Если вам не сложно, скиньте мне потом. То есть вы увидите, что не все, что есть какие-то свои нюансы. Он защищал Украину, а потом таким людям надо будет защищать Бурятию. Это тоже ваш потенциал. Да, конечно. О таких людях надо говорить, рассказывать. А у вас люди мало знают, к сожалению. Те же буряты национальные, они как-то интересуются. Лигой свободы нации, мне кажется, где-то там кто-то интересуется, адекватные особенности. А русские вряд ли. У них какие-то другие там заботы. Темы, которые мы затронули, были достаточно острые, достаточно, может быть, болезненные для нас. И я рада, что мы честно обо всем поговорили, высказали мнение наше. Я надеюсь, что это начало нашего сотрудничества, и мы обязательно будем продолжать наш разговор, будем обязательно встречаться по пятницам, проводить совместные эфиры. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо за вашу поддержку, за ваши советы, которые очень мудрые, и мы обязательно должны будем об этом подумать. Я приглашаю вас на следующие встречи. Все, взаимно. Тоже рад был видеть. Ну, советы мои мало чем помогут, потому что я как бы житель страны советов, которая сдохла, поэтому советов надавать мы можем сколько угодно, а проблема эта будет ваша, вам решать эти вещи. Спасибо тоже. Обязательно с вами свяжемся, и я думаю, сделаем еще сюжет, и будем как-то объединяться. Все, спасибо вам. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До побачения. До побачения. Слава Украине. Героям слава. Я к следующей встрече выучу, как по-бурятски звучит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова